Добрый день, уважаемые подписчики! Посмотрите, знаете ли вы эти черненькие ягоды? Перед вами ежевика. Сейчас в лесу можно встретить там, где произрастает малина, и можно встретить ежевику. Чем интересна эта ягода? По сравнению с малиной в ее составе меньше содержится углеводов. Поэтому в разумных пределах, в разумных количествах может быть рекомендовано для тех, кто болеет диабетом. А вот питательных веществ, минералов и витаминов в этой ягоде больше, нежели в малине. Поэтому можно ее рекомендовать для свежего употребления. Также можно ее заморозить в морозильнике и готовить из нее различные компоты, добавлять ее в чай в зимнее время. То есть витаминов и минералов в этой ягоде значительно больше, нежели в малине. А в принципе семейство то же самое. Произрастает она точно так же. Можно ее принести к себе на садовый участок из леса. Ну, возможно, где-то в садоводческих хозяйствах продаются и сортовые виды ежевики. Ну, вот этот куст я принес из леса и ежегодно небольшое количество ягод собираю для свежего употребления. Выращиваю я ее точно так же, как малину. Вот эти вот ветки старые, так скажем, на которых у нас в этот год есть ягоды. Их необходимо будет к осени срезать. И вот такие вот молодые веточки у нас уже будут давать ягоды в следующем году. Ну вот, не забывайте, в лесу есть очень интересные ягоды. Ежевика. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео.